Семь львиц и два тигра одновременно на манеже цирка. Каждый хищник занимает свое место и без команды дрессировщика не сдвинется. А после простых его слов они и поперили пройдут и друг через друга перепрыгнут. Виталий Смоленец давно хотел стать дрессировщиком. Выбрал самых сложных хищниц – львиц. Говорят, что дрессировки они не подаются, но прямо сейчас мужчина доказывает обратное. Виталий поделился и главным секретом. В первую очередь любить надо их. Если их любить, они ответят взаимностью. И естественно, чем больше времени проводить с ними, они настолько привыкают, они просто начинают понимать человеческую речь. Я с ними разговариваю, как вот с вами разговариваю, так же сами с ними. Они знают прекрасно свои имена. Я называю Ника. Иди ко мне. Пойдет именно Ника. Не пойдет другая львица. Они знают свои имена. Самый младший Линди год и 8 месяцев. Старший Нике 17 лет. И каждый свой подход через уважение и любовь. Виталий Смоленец рассказал, что тигры в программе появились не так давно. Изначально выступал только со львицами. А потом разнообразил коллектив. Теперь хищники вместе выполняют на арене самые незаурядные трюки, слушая каждую команду дрессировщика. Виталий Смоленец выступает во втором отделении. До аттракциона «Империя львиц» рязанский зритель увидит воздушных гимнастов, акробатов, клоунов и другие номера. Каждый артист здесь особенно хорош в своем направлении, в своем виде деятельности. Безусловно, это отличное шоу, потому что любой номер является продолжением предыдущего и дополнением следующего. На репетицию акробатов смотреть не менее интересно. То и дело, подвижная платформа с артистами поднимается под купол цирка. И мужчина, не ведая страха, прыгает вниз. Вновь и вновь, пока трюк не будет выполнен. Готовимся каждый день. В понедельник у нас только выходной. По 2-3 часа репетиций каждый день. Дополнительные подкачки, дополнительное усиление. Каждый раз придумываем новые трюки. Стараемся сделать все лучше, чтобы радовать зрителей. Рязанцев ждет насыщенная программа от заслуженных артистов России. Первое выступление состоится уже 8 марта.